Так, ну чё, поехали? Раз, два, три. Немного ли ты на себя берёшь? Вообще-то Зак хлопает. Извините. Зак, респект. А мы с вами сейчас находимся на подкасте Терминальное чтиво, легендарный подкаст из топа iTunes, Яндекс.Музыки, Spotify. Нас слушают лучшие люди этой страны и других стран. И недавно мы запустили свою видео-версию подкаста на YouTube-канале «Книжный чел». И для видео-версии мы не могли не позвать видео-людей. Людей, которые, ну, для которых это их территория, их вотчина. И сегодня у нас именно такой человек, но перед этим я представлю своего соведущего, замечательного великого человека эпохи Возрождения, который телепортировался прямо к нам в 2020. Это Александр Фарсайт, театральный режиссёр, сценарист, победитель батлов. Ну, вот это вот всё вы знаете про него. А гость сегодня у нас непростой. Гость у нас... Представитель видео-людей. Представитель видео-людей, представитель этой закрытой касты ютюберов, у которого практически 900 тысяч подписчиков на YouTube, но при этом он снимает ни пранки, ни розыгрыши, ни там какую-то хуйню. Он снимает контент про физику. Вот это, блядь, респект. Это Дмитрий Побединский, выпускник МФТИ, автор научно-популярного канала «Физика» от Побединского, 900 тысяч подписчиков. Автор книги «Только физика, только хардкор», которая вошла в лонглист, например, премии «Просветитель», на секундочку. Уважаемый человек, популяризатор науки Дима Респект. Здравствуйте. Мне нужно было, наверное, так говорить после того, как... У меня такое длинное представление. Привет, привет. У нас традиция, у нас длинные представления. Мы можем во время представления отвлекаться на то, что меня не взяли в мифи. Вот, молодец. Вот, всё. Так в самом начале, что ли, оказывается, блин? В самом начале что? Я думал, это будет там процент. Нет, это, ну, типа без неё, ну, как-то горлышко неспокойно. Сейчас мы это самое малышо. Так вот, начнём про физику. Да, конечно. Вот как у тебя получилось каналу про физику набрать почти миллион подписчиков? Накручивал, признавайте. Типа, ну, это же не самая, наверное, популярная в мире тема, особенно на Ютьюбе. Ну, типа физика, наука. Ну, люди в основном на Ютьюбе какой-нибудь лайтовый контент смотрят. Типа переезжаем бульдозером 20 телефонов Nokia 3310. Или кидаем там в ванну с колой вагон Ментосов там. Ну, хотя это тоже физика, в принципе. Это физическая химия. Но я могу сказать, что да, если бы я прикладывал столько же усилий, но у меня был бы какой-то другой контент, который более там популярный, то, возможно, было бы больше подписчиков, да. Давай, за тебя. Можно трогать бокал, да? Да, да, естественно. Я на всякий случай оговорюсь, что мы записываем этот выпуск до нашей самоизоляции. Когда вы его смотрите, мы уже сидим по домам и правильно делаем. И вы тоже сидите. И вы тоже сидите. И сидите тихо. И смотрите тихо, смотрите канал. Но я перебил, перебил, ой, извини, пожалуйста. Да, точно, да. Дмитрий Побединский. Я просто решил тоже не перебивать. Самоизоляция, это, конечно, прикольно. То, что вроде как должны просмотры взлететь, но что-то не происходит пока такого. Ну, ждем, ждем. Может быть, народ как-нибудь зайдет в Паштей. Так вот, да, получилось так, потому что на самом деле есть запрос. На самом деле людям интересен не только развлекательный контент, но и какой-то познавательный. А особенно какая-то их смесь такая. То есть есть даже какой-то английский термин. Как это есть? Education и... Edutainment. Edutainment. Вот, смесь. Entertainment. Edutainment. Этот контент, он, в принципе, востребован, поэтому какие-то все-таки положительные динамики в этом есть. Поэтому без накруток, без чего-либо, без рекламы, без вложений в продвижение получилось набрать вот столько. Это раз. А во-вторых, это не за несколько недель получилось. Я этим занимаюсь с 14-го года, с перерывами, в принципе, но, в принципе, довольно-таки долго уже. Поэтому, ну, за такое время-то могло накопиться, я думаю. Когда ты понял, что вот, все, я ютубер, я... это моя профессия? Ну, на самом деле, чуть ли не в 14-м году я увидел, как делают это зарубежные блогеры. А кто, например? Весос, Майкл Стивенс, Веритасиум, Дерек Миллер, Минута физики, не помню, как его зовут, но он за кадром просто. А Smart Everyday, Numberfile и многие другие меня прям очень сильно вдохновили, потому что они вот именно в таком простом формате, формате типа блогеры такие, рассказывают интересные вещи, которые прям очень цепляют и неожиданные. Я решил сделать то же самое и просто... делал я, на самом деле, это пробовал целый год, наверное. То есть я в 13-м году еще начал это пытаться делать. Сделал, показал друзьям, они говорят, фу, отвратительно просто, это, ладно, не буду выкладывать. Потом сделал по-другому, они такие, фу, я сам только смотрю, фу, это ужасно просто. Я решил, я рисовал там, как-то пытался, ну, придумал, какой-то формат сделать интересный. Что-то на стекле что-то писал, еще и так далее. Ничего не получалось, потом решил, ладно, сделаю как попало. Записал про черные дыры, самая такая дурацкая тема, что такое черные дыра. Отправил друзьям, они такие, фу, это ужасно просто. Когда уже нормально-то началось? Загадка дыры. Они говорят, типа, ну, запиши только, что ты не как медленно говоришь, ну, типа, как преподаватель, а запиши прям быстро, просто, просто, кофе на пейсе, вот, я вот выпил дискалитра в кофе, все, проговорил так быстро, выложил, сразу пошли положить на отзывы, комментарии, что, типа, очень круто, продажа. Вот это много кофе выпил, вот это круто. Очень много, да, и, собственно, из самого первого выпуска я понял, что, в принципе, этим нужно заниматься. Ну, так вот. Так что, ну, тут почти сразу, сразу понял, что вот это вот, востребовано, это нужно делать. Ну, это работа. Вот все думают, знаешь, мой младший брат говорит, о, классно тебе быть, я ему 14 лет, классно тебе быть блогером, там, типа, ни хера не делаешь, конечно. Ну, вот, да, в моем случае это действительно работа, потому что это не то, чтобы, как в Инстаграме, выкладывать фоточки и так далее. Да, в принципе, даже в Инстаграме тяжело выкладывать фоточки. Да, потому что туда нужно ввести общение с аудиторией, да, там, контролировать, взаимодействовать как-то какие-то, поддерживать их какой-то интерес, что-то придумывать, потому что на красе, да, не знаю, там, можно выехать на красивые мордашки, но у меня и нет. Да ладно, ты достаточно симпатичный парень, но, вот, кстати, хорошая тема, что нужно придумывать, ну, вот в физике же ограниченный набор тем, сколько ты, с 14-го года уже 5 лет, получается, да, занимаешься этим, у тебя не исчерпались темы? Темы, в принципе, в какой-то момент они заканчиваются, про черные дыры ты уже все рассказал. Ну, вот, оказывается, вот нет, на самом деле. В основном нет, там вообще можно раз к нам выпусков еще на 10, наверное, сделать, вот, но хочется, ну, просто это будет, может быть, не особо интересно аудитории, как мне кажется, поэтому я и не делаю. А какой факультет МФТ и ты заканчивал просто? А факультет аэрофизики, космических исследований? Факи? Факи, да. А, типа, ну, я кричалку не буду говорить, ну, нормально. А что за кричалка? Эээ, не надо, факи сила. Ну да, но фум по-другому кричит. Ну, не знаю, фупмы, фупмы, фупмы. Понятно? А что фупмы, у них, по-моему, ничего нет. Ну, ладно, да, взял, задесил, да. Что там, это факультет какой-то вообще не о чем. Ну, ладно, а, короче, это фупом, что ли? Не-не-не-не-не-не, у меня, наоборот, Кент с факи, и он рассказывал, как фум их обижает, а фум говно, кстати. Ну, это он так говорил, я не знаю. Фум, не, стоп, фум, фум это такая лента, которую нужно кручивать. Да, да, короче, сантехническая лента фум, вот человек шарит за ленту фум. А факультет фупум? Фупум? Фупум, факультет управления прикладной математики. А, фупум, фупум говно. Я перепутал, простите, фупум. А я забыл вопрос. Про 10 видосов про черные дыры ты планируешь еще сделать? А, какие еще? Я не планирую, но, в принципе, если поднапрячься, то, в принципе, можно сделать. Единственное, что это растянется, и там, как бы, плотность какого-то таких ништяков будет невысокая. Хочешь, чтобы было такое прям реально прикольно. Только будет интересно каким-то уже углубленным в тему людям. Так вот, да, и если тема заканчивается, просто, как бы, смотришь по другим углом на то же самое, и пытаешься сделать их заново, может быть, даже. Я, в принципе, иногда, бывает, даже повторяюсь, беру одно и то же, но с других сторон рассказываю. Ну, это не постоянно происходит. Ну, вот, там, может быть, в двух выпусках было одно и то же, о которых я рассказал, две вещи, о которых я рассказал с разных сторон. Типа, как по-разному подвел. Вот это нормально, в принципе. Ничего такого нет. Короче, физика, она безгранична. Ну, физика... Сейчас всё идёт к тому, что от этого останется только название, потому что всё-таки нужно... Уже много, большая аудитория, и нужно какие-то более общие темы рассказывать. Вот эта вот, ну, такая проблема масштаба, она, разумеется, есть. Поэтому меньше физики и больше чего-то общего будет. Ну, у меня... Я про математику, например, рассказываю. В принципе, думаю, что пора и что-то там про биологию рассказывать. А, про... Я очень хочу рассказать про эволюцию. Про... Я прочитал Докинза, эгоистичный ген. Офигенная книга. Мастрит. Я такой, да ладно? Да-да-да. Серьёзно, так можно было сделать, оказывается? Мне прям там хочется это рассказать, как-то сжать и, типа... Ну, типа, рассказать про то, что вот он там рассказывает, а потом, типа, вот, читайте книгу. Ну, как-то вот сделал только выпуск, вот, вдохновлённый вот этим. Я нашёл там симулятор эволюции. Вчера полдня в него играл. Игра-спор или что это? Нет, там, короче, такие... Ну, есть игра-жизнь, которая была придумана там где-то в 80-х годах. Там... Ты рисуешь на в квадрате как-то. Нет, там клеточка, и она как бы создаёт копию своей глянки. Играет вместе с другими, да. Там есть глайдеры, есть... Ну, в общем, в жизни играть круто, весёлая штука. И они такие потом начинают ползать вот так-так-так-так-так-так. То есть они эволюционируют, там, разные формы получаются. А вчера нашёл другую эволюцию, где, может быть, разные виды жизни в зависимости... Ну, клеточки ведут себя по-разному. И там они меняют своё поведение, и какая из них выживает, очень интересно смотреть. Скажи, пожалуйста, вот, учитывая то, чем ты занимаешься, и ты перечислил в основном или только, но, по-моему, в основном ты перечислил зарубежных блогеров, что у нас вообще, мне кажется, или у нас достаточно плачевная обстановка в сегменте популяризации точных наук, особенно у нас на Ютьюбе. Либо это очень поверхностно, либо это очень ограниченная аудитория и не взлетает. — Я бы сказал, что вроде не так уж и плохо всё у нас. У нас есть очень много... — У нас есть Борис Бояршинов, как бы. — А математиков, мне кажется, много больше, да? — Математики есть и много, там, Саватеев, допустим, да-да-да. — Дикий чувак. — И есть про космос очень много всего, вот, космических каналов вообще прям обалденное количество. И они все хорошие. — Ну что-то их мало в выдаче, ну, там, если в трендах... — Это ты просто смотришь всякую... — Нет, в трендах там... — Нет, тут просто такое, что этот контент сложно создавать, и он не так часто выходит. Поэтому выдачи, они не часто появляются, это раз. А во-вторых, мы конкурируем, конечно же, с развлекательным контентом. И причем сейчас на YouTube все больше и больше уже каких-то продакшенов, которые могут намного чаще и больше контента производить. И вот такие вот какие-то одиночные блогеры, да, их все меньше и меньше. — А ты один работаешь? У тебя нет разве команды? — Ну, в плане сценарном один. То есть я вот сценарий пока пишу один. Ну, разочками помогали, потому что я там вообще не вывозил уже. А так вот это все сценарии, факт-чекинги, это все я делаю. А что касается уже продакшена, то есть там съемка, монтаж — это все команда есть. — Ну, правильно, конечно. Кстати, ты смотрел Melody Shape? Вот про космос. Там они историю космоса... — Так, что-то припоминаю. — Это очень красивый пиздец. — Как это называется? — Господи, таймлайн... — Таймлапс, да, вселенная и будущего. — И будущего, и прошлого. — Да, я даже озвучивал кусочек. — Вот-вот, в русской версии твой голос. — Да-да-да, там где-то про черные дыры что-то там есть. Да, прикольная штука. — Не смотрел, Александр? — Ссылку в описании дадим, посмотришь. — Она, кстати, сделана, по-моему, по какой-то... То ли по... Где-то я это уже просто читал. Просто вот то, что я читал, я бац, и увидел это воплощение. — Ну, скорее всего, они взяли там, синтезировали. — Хокинга, наверное, вот что-то такое, да-да-да-да. Так что это все очень... Я к тому, что это очень достоверно просто. Это не просто так какие-то блогеры придумали. Все основано, то есть реально это прям must see для всех. — Вот, кстати, многие же относятся с каким-то пренебрежением до сих пор, несмотря на все это, к блогерам, что ты... Ну, ты блогер, ты что-то там понадергивал из интернета, порассказывал. То ли дело там, блядь, серьезные люди, которые там книги пишут. Ну, ты уже книгу написал, поэтому ты можешь... — Теперь официально серьезный человек. — Ну, да, но, в принципе, есть такое, что блогеры грешат тем, что, ну, о них же нет никакой ответственности там перед чем-либо, да, что вот надо следить за достоверностью информации и так далее. Поэтому некоторые этим грешат. Ну, вот такие издержки. — Ну, как будто авторы книг, они не грешат там тоже ошибками. Сколько книг пестрят? — Ну, просто это такой институт книгопечатания, ну, как это, издательств, и вообще вся эта вот инфраструктура, она как бы уже устоявшаяся, и, в принципе, там вероятность того, что будет вот какой-то такой... — Прям полная херня. — Да, меньше просто здесь. Да, просто вот это вот, пока что еще настраивается вся вот эта структура блогеров и так далее. Мне кажется, она еще не такая подвижная. — А вот расскажи, кстати, про своих любимых. Вот ты назвал западных чуваков, типа Висоса и Веритасиума, а вот помимо этого российских, на русском языке, кого ты смотришь в YouTube? — На русском языке, я смотрю. Я на самом деле... А, именно по моей тематике или вообще в целом? — А давай сначала по твоей, а потом в целом. — По моей тематике. Ну, я дружу с такими блогерами, как Шарифов, Топа, Женька и Топлис. Мне нравится, что они делают. Некоторые темы, конечно же, ну не совсем мне прям вот заходят, но в целом как вот они это делают, как это выглядит, как это воспринимают люди, мне очень нравится. К тому же они относятся очень ответственно к работе своей, и там каких-то ошибок практически не бывает. Но если и бывает, там какие-то маленькие огрехи, там в цифрах может быть, да, так что вот их осмотрю и всем рекомендую. — Ну и с продакшеном тоже, ребята, заморачиваются, конечно. — Да, к тому же это красиво, к тому же это визуально круто, поэтому это хочется смотреть как минимум, вот. И параллельно с этим еще тебе что-то в мозг там поступает, это тоже очень круто. — Ну это ты назвал научпоп такой вот контент скорее. А помимо этого, что смотришь? — Я еще не закончил. — А, извини, извини. — А еще с космосом очень связаны, мне очень нравится Альфа Центавра. — Да, прикольно. — Они часто проводят прямые трансляции запуска. Кстати, сегодня сейчас будет запуск Falcon Heavy. О-о-о, Falcon 9. — Ну это уже наш видос выйдет позже, но... — А, да-да-да-да, он уже прошел. — Он уже запустился. — Да-да-да, он просто был два дня назад, и у них все пошло не по плану, и она не взлетела. Так что, может быть, и все нормально будет. Так вот, космос просто, химия просто, той-сой. Что еще, кто еще, кто еще? Space Room еще нравится, прикольно. Ну, может, что-то вспомню, ладно. А это что касается Ночь попа. А, а, Луни. Луни. Это просто гениальный. Он сейчас делает вещи. Просто шикарный. Так что еще? И просто, если говорить, это... Мне очень нравится всякая авиационная тематика. О-о-о. — Да, с самолетами. — Тут мы с Александром коллеги. — А, авиасмотр здесь, Skyships здесь. — Да-да-да, авиасмотр, Skyships, Kudry FM еще. — Kudry FM прикольно. — Kudry FM купила самолет. — Но мой любимый — это все равно Skyships. — Авиационный блогер купил себе самолет. — Прикольно. — Ну, маленький. — Да-да, не, ну просто... Да он возраст нашего вообще. — Ну, маленький, типа, одна моторка, по-моему, он купил себе. — Да, они на троих купили самолет двухместный, по-моему, Cessna 172-ю, что ли? — Ну, что-то такое. — 152-ю. Ну, двухместный, да. Но все равно самолет уже, да, все там сразу. — Ну, типа, у них в итоге сразу пошел контент, типа, каково это иметь свой самолет, что до этого надо. — Прикиньте, скоро будут космические блогеры, которые тоже будут покупать. — Ну, что потом будут? — Маленькие космические. — Вот он сидит. — Да-да-да. — Кстати, да, это интересно. — Это интересно. — В космос? Ну, я могу сказать так, что я в космос сейчас хочу чуть-чуть меньше, чем, ну, там, лет 10 назад, допустим. — Ну, ты... У тебя бывало такое, что ты периодически заходишь на сайт Роскосмоса и смотришь, когда у них набор, там, вот это все? — А, нет-нет-нет. — У меня просто такое бывает. — Не-нет-нет-нет-нет. — Зачем ты, наверное, на Роскосмос заходишь? — Не-нет-нет, я хочу просто заплатить там, типа... — Безопаснее будет. — Я за союзы. — Не-нет-нет, я хочу вот... Возьмите мои деньги, запустите меня в космос, а там полетаю, пофотографируюсь и прилечу домой и буду заниматься дальше своими делами. — Я всегда хотел именно, ну, типа, некоторое время там поработать. — А вот так, чтобы там работать, там, чтобы это была моя профессия. Это же вообще, ну, всю жизнь нужно положить, что... Ну, это космонавт, это профессия. — Причини за то, какой офигенный контент будет. Как у этого чувака Криса Хэт... — Криса Хэтфулт, да-да-да. Усатый канадский. — Да. — Офигенный же будет контент. У него еще камера так себе, а ты возьмешь там нормальное оборудование. — Ну, ну... — Там по весу оно не пройдет. — Да, ну, это прикольно, но просто, не знаю, мне почему-то кажется, что он может быть несколько однообразный, конечно же, этот контент. — Как я чуть-чуть шу-зубу вкусно. — Хочется разные вещи рассказывать. Это прикольно, да, но просто каждый выпуск про космос, ну, как-то... Ну, окей. Вот. А хочется и про музыку поговорить, и про математику, и про еще что-либо, про историю, допустим. Хочется говорить с людьми о разных вещах. — Понятно. Но мы тебя перебили, ты не дорассказал, ты сказал авиационный, тебя тематика интересует. — А еще... DIY. — Do it yourself. — Do it yourself. — Что, Крастер? — Ну, конечно, Крастер. — И Бербраер. — А? — Бербраер еще офигенно. — Бербраер, не слышу. — Я тебе очень рекомендую. Что-то я могу привнести, потому что ты назвал много каналов, которые я не смотрел. Вот тебе есть Бербраер, он одессит, и он просто слесарь от бога, перед ним даже Крастер преклоняется. То есть Бербраер, ну, просто фантастический эксперт именно в слесарке. Если нравятся крутые DIY, он там придумывает копер для шара, например, Крастер очень крутой, который такой Крастер, как я не додумался. — Когда у вас время на все эти каналы есть? — Ну, не на все. Я вот смотрю значительно меньше. Но вот Бербраера, я смотрю, у него потрясающая харизма. Как-то раз мы уходили в море, и там оказалось, что вспизлили все, все оборудование. А мне несколько месяцев работать там с удовым механиком. И вот он такой, он не кривляется. Фантастический контент. Так, что еще? — Ну, когда время находим, ну, на самом деле, просто это на фоне часто играет. Это не то, чтобы прям пристальность, внимание. Что еще DIY? Ну, там Алекс, вот Алекс Гайвер, по-моему, так его зовут. Он больше любит всякие с Ардуино всякие штучки, примочки делать. Но у него хорошо получается. Но это касается DIY. И все, вроде больше ничего. — Вы охуеете с количеством ссылок в комментариях. Просто... — Да. — Мой ассистент охуеет с составления. — Что еще? Что еще бывает вообще? Ну, тебе... А, стендап. Поехали, значит. — Так, так. — Стендап клуб номер один, разумеется. Это... Это no comments. Это понятный дел. — Кто твой любимый «Ис пора разбираться»? — Ну, конечно, Серега Орлов. — Подожди, «Ис пора разбираться»? — Да-да-да. — Да-да-да. — Ладно, «Ис пора разбираться». Мне, на самом деле, очень долгое время, как, я думаю, многим нравился Долгополов. — Мне тоже. — Но мне не понравился его последний спешл. Как-то не зашел. — Да, и... Но вот он... И, на самом деле, мне почему-то, вот лично мне, в «Пора разбираться», он как-то очень органично вписывается, и он очень крутой там, прям вот он отбивает вообще шутку за шуткой, очень классно. Но когда у него отдельный спешл, да даже первый спешл, ну, отличается от его поведения вот именно в «Пора разбираться», ну, как по шуткам, мне почему-то кажется. То есть он более глубоко, конечно, прорабатывает темы, вот, и он копает, мне кажется, ну, не в том направлении, в котором мне как бы нравится, да, просто. Ну, у него есть огромная аудитория, и людям он нравится, просто вот, ну, у него такая аудитория. Вот. — Я от тебя выражу респект Долгополова. Мне первые два спешл очень нравятся. — Не, первые, ну, да там все хорошие, на самом деле, просто... — И подкаст у него крутой, он там с ума сходит каждый выпуск. — Вот. А так еще Дуквашонкин тоже хороший, да, кто там еще? Гарик классный и Драк. Вообще все отличные ребята. А так вообще из андеграундных комиков Серега Орлов, я вообще... — Твой топ-1. — Огромный ему респект, он очень крутой чувак, и всегда смеюсь, всегда смешно, всегда вообще. Вот. Почему-то вот... Вот его юмор попадает в меня прямо на сто процентов. — Александр, а кто твой топ-1 комик, кстати, в России? — Юрий Хованский. — Юра, приходи к нам, скиньте ему ссылочку на этот. — На самом деле, я не знаю, я просто не очень люблю стендап-клуб номер один. Не, и Драк Мерзелезаде очень крутой, согласен, но он типа изначально-то не из той тусовки. Вот. Кого... — Он из Беларуси. — В принципе, из... Да? — Да, он белорус. — Ну, он не белорус. — Но он не очень белорус, да. — Он талыш. — Он талыш. — Он талыш, да. — Да, мы все смотрели это. Ну, короче, я люблю Драка Мерзелезаде, Артур Чапаряна. — Да, он крутой. — Очень люблю Артур Чапаряна. — А, Артур прикольный, кстати, да, тоже. — Вот, и люблю... — А, сейчас. — Я не помню, есть огромный, короче, огромный езит с армянской фамилией, с очень пышной бородой и очень визгливым голосом. Как его зовут? — Я не знаю такого. — С визгливым голосом. — Так, у него очень высокий голос. — Пишите в комментариях. — Ярко выраженный акцент. Я забыл, как его зовут. Он очень крутой. Он мне очень нравится. Он много где светился. Ходит иногда куда? Label.com я тоже не очень люблю. Ну, я не знаю, Юрий Хованский как бы мой топ комиков. Обожаю Юрия Хованского со всеми его недостатками. — Противоречивая личность, так, да? — И что касается стендапа, ну, понятное дело, писать такой плотный материал у них тоже не так получается в большом количестве. Ну, то есть спешл они часто же выходят. Поэтому есть очень много контента импровизационного у стендапов-комиков. Ну, потому что это быстро просто делается, да, понятное дело. Вот. И из импровизационных мне очень нравится, ну, опять же, в стендап-клубе сейчас почему-то они прекратили разгоны. Очень классный формат они сделали. Очень классный получается. И царь видео, это Кирилл Сиэтлов, делает в стендап-клубе. — А, в Австралию, который там ездил? — Что? — Не-не-не-не. Кирилл Сиэтлов, он, кстати, тоже, по-моему, он с физтехом, потому что я помню, на физтехе мы с ним часто виделись. И, собственно, ну, не знаю, в любом случае мы виделись на физтехе, но почему-то учебу не обсуждали. Так вот, и он делает в стендап-клуб, в стендап-сторе так называемые чужие шпаргалки. Формат такой, когда, ну, знаете, да? — Да-да-да, я видел. — Я скажу, да, когда на экране появляется какое-нибудь начало, ну, какая-нибудь тема, какая-нибудь дикая, да, вот, и нужно сделать вид, что у тебя на это есть материал написанный смешной. И там практически всегда получается смешно, вот именно у него, вот именно вот царь видео. — Гурам Амарян. Вот я ещё проверил, мне нравится. — И мне вот в этих вот форматах очень нравится Стахович. — Очень неожиданно. — Что? Почему? — Я не знаю. — Вы знаете Стаховича? — Лёха Стахович, да-да-да. — У него такая отталкивающая харизма, типа контр-харизма. — Не знаю. — Не, а, я вспомнил, не, просто я потом начал смотреть ещё батлы, вот эти, как-то рост батлы, когда один на один... — Это прикольно, да. — Вот, и там Стахович всегда всех просто дерёт по полной. — Мне такими уебанскими кажутся его выступления, я даже вживую ходил на эти рост батлы, и в том числе там был Стахович, и Стахович прям пал, на мой взгляд, и в записанных тоже мне он не нравится. Вот Гурам Амарян в рост батлах, вот он тащит. — Тебе подвести? — Чуть-чуть. — Гурам Амарян. — А, да, да, тоже он прикольный. — Так, вроде всё рассказал. — А я думал, ты скажешь там, что смотришь какой-нибудь ещё там, я не знаю, Дудя, ещё не Познера, что-нибудь в таком духе. — А, так понятное дело. — А, то есть это, это, это... — Ну, да. — Книжный чел, там, все дела. — А, это тоже, конечно. — Безусловно, безусловно. — Ну что? — За хорошие вкусы на ютубчике. — Ну да, из таких популярных это Дудь, Парфенон. Ну, Парфенон в меньшей степени, в большей степени на Медне. Сейчас, кстати, вышло, он начал с 2004 года делать, очень интересно. Причём прикольно про время, в которое мы уже, ну, мы уже помним. — Надо посмотреть, я не видел. — Да, там, типа там, про эту, Шарапову там, допустим, да, там, про, там, айподы и так далее. Прям интересно. — Прикинь, это же реально воспринимается как история, типа, айподы появились. — Да, вообще жесть просто. — Время несётся, несётся, чувствуя себя старым, 26 лет. — Просто паровозом, просто сметая всё вообще. — Мне интересно, как будет лет через 20, как люди будут ностальгировать, да? — Ну вот, вот, был коронавирус, сидели по домам. — Я недавно об этом думал, и я подумал, что всё будет перетекать, многое будет перетекать в VR, становится каким-то цифровым, поэтому всё меньше и меньше вещей будет какими-то настоящими, там, плееры какие-то. Ну, уже плееров уже нету, условно говоря. — Ну, это будет раритетом, наверное, там люди будут всякие. Ну, вот у меня, например, дома есть винил и проигрыватель. Тоже можно сказать, что их нету, но, в принципе, если посмотреть на тренды, сейчас продажи винила растут последние несколько лет. — Ну, это да. — Всякие хипстеры вот покупают. — Там, допустим, плойка вот у вас тут есть, допустим, джойстики, да, наверное, и джойстиков не будет. Просто будет руками как-то двигать, допустим, всё, и будет считываться. То есть, и как бы, и получается, что вот плойка, это уже будет, ну, ретро. — Ну, как сейчас, как сейчас играют в эту в Сегу, в Денди покупают люди. — Сейчас до сих пор на это есть спрос. — Не будет приставок. — Сейчас новая Atari выходит. Новая Atari, Atari. Вы вдумайтесь, это когда было. — Atari, Atari. Давайте поговорим Atari, да, это что такое Atari? — Atari? Ну, это вот того же уровня, когда Сега, Денди. — Да-да-да, того времени. — Atari даже чуть-чуть раньше. Вот знаменитый джойстик, который выглядит как коробочка из него балка, это вот от Atari всё пошло. — Я только в GTA играю. У меня есть три игры или четыре даже, в которые я играю вообще-то. Играл это GTA, Need for Speed и... — И Call of Duty Modern War 2 просто. — Нет, подожди, герои, наверное, ещё. — Нет, герои тоже не играл. — Цивилизация 5. — В Дюну, в Дюну я играл на Sega. Вот мне нравилось. — Вот нормально. У меня никогда не было приставки. — У меня тоже никогда не было приставки. Я... Меня родители ограничивали... — Ты пекарь. — Да, меня и в компьютере тоже ограничивали. — У меня тоже. — Какое-то время лимит не больше часа в неделю, и я благодарен, потому что я читал книжки, блядь, это было... — Спасибо, родители. — Это было правильное решение. — Ком появился в 12 лет, интернет в 16. — Ну вот это, конечно, уже пиздец. — Охренительно. — У меня в 16 лет появился интернет, да. Он появился, когда я в институт поступил, то есть у меня дома не было интернета вообще. — Не, а ты какого года? — Я в 89. — В 89. — Ого! — А у меня тоже самое только... — Нет, я 93-го. — Сынно позже. — Я 93-го, у меня появился интернет, ну, когда был 52, вот это килобит в секунду, телефонный. Ну, лет 10 мне было, наверное. — А, ну, у вас рано. У меня вот в 16 лет интернет появился, я стал крутым. — Не, у меня в общаге, и там сетка, и мы ходили к админу и в другую комнату и платили ему там типа 100 рублей. Просто там без чека. Ну, просто он предоставлял нам интернет. — А как ты музыку скачивал? — Просто чувак. — С дисков там все? — Музыку... — Когда у тебя не было интернета. — А, у меня был друг, у которого был интернет. — А, ну, я. — Да, и он меня записывал на диски, собственно, MP3-хи. — Параллельная реальность. У меня такого ничего не было. Но ты ходил в компы? — В смысле в... — В комп-клуб. — В компьютерный клуб, да? — Да. — Да, конечно, конечно. — В КС, да, там, на ножах. — Да. Но я по сетке не играл, мне что-то в Counter-Strike не очень было интересно. Я что-то играл там в Моровин. — То есть ты ни разу не видел, как бьют ебальник школьнику за то, что он козявку в центр экрана прилепил для того, чтобы квикскопить? Нет, не было такого? — Что делать? — Смотри. — У меня такого не было. — Смотри, что делает школьник? Он заходит, он заходит, берет себе слона, ну, слона. — Что такое слона? — Слонобой. — Снайперка такая. — Подожди, это разный сленг. — Короче, вот. — Неважно. — Значит, и открывает прицел, смотрит, где перекрестие, если он не двигает мышкой, оно ровно на центре экрана. И он берет и лепит туда козявку, потому что больше у школьника ничего нет, у него есть только козявка. И лепит ее ровно на центр, чтобы потом, когда на него выбегает враг, ему не нужно было долго выцеливать его, а просто сразу правый клик, левый клик, типа тычух, кликскоп, то есть потому что он видит, где будет центр экрана, понимаешь, вот. И если палили на такой козявке, то, я тебе говорю, челюсти летели просто так, просто только в путь. Выкидывали. Я играл просто в городе Валдай, рядом с кафе Урарту, там на центральной площади, там еще была закусочная церковь, и за церковью маленький компьютерный клуб. И вот я там видел просто, как чувака в лужу головой макали за козявку. Вот это тема. — Блин. — Я тоже видел такие сцены, но, мне кажется, там не козявки были причиной. Ну и ладно. Я из Коврова просто. — О, нормально, нормально. Это примерно сопоставимо. — Уровень. — Уровень дискурса в компьютерных клубах, я уверен, был сопоставим. — Очень похоже, мне кажется. Я однажды... Я вообще такой ламер в... — Ламер. Это такое слово старое. — Что? — Ахуенно. — Нет, это круто. — Нет, было, было. — Я это слово не слышал несколько лет, это очень круто. — Ламер, ну бас, ну давай. — Не-не-не, все правильно. — Ну вот, и я однажды пришел, загрузил какую-то игру, а я просто, типа, смотрю какие-то ярлычки прикольные. Ну, поклацаю, посмотрю, какие игры вообще есть. И что-то я загрузил, по-моему, РПГ это называется, где сверху, Диабло. — Диабло. — Диабло. — И я там бегаю, бегаю, и потом смотрю, у меня что-то никаких оружий, никакого нет, ничего. Так думаю, дай какую-нибудь загруженную игру, типа, возьму, чью-нибудь. Загрузился, и все, там уже такой чувак прокачанный. И тут он подходит, такой, ты охренел? Ты че, моего героя взял вообще? А вот, а я такой, а че, такого нельзя, типа, что ли? Он такой, ну, вообще, это мое. Типа, ну, блин, ну, это, это комп общий. — Да-да-да. — В смысле, типа, что значит твое? Ну, поворчал и ушел, в принципе. То есть, ну, я не сохранялся, типа, что мне это ничего не испортить. Ну, ладно, нормально тогда. — Да, так что нас так более-менее, ну, я в такие нормальные ситуации попадал. А так, били морду у нас по другим причинам. — Дисней Козявыча всем слушать. — Да-да-да, пиздат, кстати. — Такого-то я не слышал. Значит, ты пошел на направление, связанное с космосом и с физикой, связанной с этим, с аэросферой, да, с аэрокосмической сферой. — Это что касается института? — В институте. — Обучение. Я пошел, я на самом деле хотел идти на факультет аэрофизики и летательной техники, ФАЛТ. Единственное, что он находится в Жуковском, отдельно от всего института. — Где Лиме и Негромовы, типа там? — Лиме, очень похоже, очень похоже. ЦАГИ там, ну, сейчас там аэропорт, Жуковский. — Аэропорт, да-да-да, вот это там. И так как там очень много всяких авиационных, аэродинамических институтов, туда и перенесли кусочек физтеха, один факультет летательный. И я хотел туда пойти, в принципе, там у меня хватало проходных баллов, но мне сказали, что что ты будешь поступать, типа там вообще никакой тусовки нет, они вообще отдельно, давай лучше к нам. Я просто еще из моей школы был собственно чувак, который на год старше меня был, и он уже там учился, на факи как раз таки. Он говорит, давай к нам, типа космический, в принципе, похожая штука, типа давай к нам. Я такой, ну ладно, давайте к нам. И поступил уже туда. — Я почему спросил просто, ты что хотел? Ты хотел строить космические корабли, или какая у тебя цель была? — Ну да, что-то вот такая, какая-то романтичная вещь, разрабатывать, строить самолеты, космические корабли, вот что-то такое. То есть вот эта вот мечта из детства, что стать космонавтом, это вот, вот это оно. — А почему ты в итоге, ну, не пошел в какой-нибудь там завод по производству всяких космических херов? — КБ. — Да, да, да. Мне часто задается вопрос, вообще некоторые даже вообще удивляются, типа в смысле ты физтех, и ты занимаешься блогерством, ты вообще псих, типа вот... — Не, ну ты поймешь, я как сам блогер, конечно, не удивляюсь, но ответь все-таки. — Да, ну просто, просто почему так? Во-первых, ну, две причины на этом. Во-первых, даже может три или четыре, в общем, первая причина... — Сколько есть, столько есть. — Первая причина. Что это такое? Можно отвлекусь? — Это у меня чехол на телефоне, на котором... — Просто магнит для глаз вообще. — Да-да-да, красивый. — Что это такое? — Он с LED-дисплеем. — Это не телефон, это сам чехол. — Это сам чехол такой, да. — Блин, прикольно. — Да, технологии, блядь. — А зелененький, конечно, тоже чехол. Вот снизу было. — Когда он лежит, под ним зеленый Мерсед. — Ой, я не знаю. Я сейчас недавно-то купил. У меня мои подписчики говорили, что у меня в Инстаграме хуевое качество фото, я купил... — Он обезелся. — Самый пиздатый... — А потом скинешься. — Самый пиздатый кайзер. — Это Алиэкспресс, да? — Нет. — Так, ладно, возвращаемся к этому вопросу. — Первая причина. — Это что? — Вторая причина. — Собственно, причина такая. Когда я учился, был в школе, я... Кроме физики, ты ничего и не знал, и у нас ничего и... Ну, не было такого. А когда я поступил в институт, я узнал, что вообще можно много чем заниматься, разными вещами. И у нас был и студенческий театр, и я там увидел, как можно вообще все это делать, и это стало мне интересно. И КВН... — Ты сидишь рядом с театральным режиссёром, чтобы ты понимал. — Ну вот, вот. А я как бы в школе этим вообще не занимался, а мне оказалось это тоже интересным. А я, собственно, наконец накопил на какой-то фотоаппарат, там, видеокамеру, начал что-то снимать, мне это тоже стало интересно. То есть я ещё в институте продолжал открывать для себя какие-то новые вещи, и к концу института оказалось, что мне интересно не только строить космические корабли и... — Интересно всё. — Интересно, да. Интересны и другие вещи, и вот я выбрал... — Это первая причина. — А вторая причина — это, конечно же, трудности нашей сложности системы образования. Об этом все говорят. Но что касается моего случая, то я... У нас есть такое понятие базовая кафедра. Ну, это там, где мы проходим практику, если вот так вот для всех говорить. Ну, вот у нас это называется базовая кафедра. Это научно-исследовательский институт, куда ты, по идее, после учёбы устраиваешься работать. И вот у нас там проходит часть занятий, и у меня был институт исследовательский. Это, сейчас скажу, центр Келдыша. — Это... Лав Келдыш респект. — Да. — По свойству с миром. — Местлав Келдыш очень крутой. И основал, руководил очень крутым научно-исследовательским институтом, который разрабатывает ракетные двигатели. И когда я туда попал, и нам провели какую-то экскурсию, я прифигел немножечко, потому что в каком состоянии это находится, это, конечно же, не передать словами. Вот у вас тут стена кирпичная, вот она ещё, наверное, лучше выглядит, чем многие цеха. Вот, ну вот, видно. — Тут совсем хорошо. — Ну да. Но там, в общем, ещё хуже выглядят эти стены, и ты заходишь, там какие-то цеха, где там какие-то дядьки протирают спиртом медные какие-то контакты или всё там ещё. Ну, в общем, так себе это выглядело. Я представлял себе это по-другому. Там были, конечно, такие более-менее современные лаборатории. Собственно, туда я и поступил, вот в это отделение. Но что-то там всё равно не сложилось, всё равно какая-то вот такая обстановка была, что, в принципе, ну что-то там не очень так перспективно. Вот как мне так казалось. К тому же, я однажды шёл на занятия в эту базовую кафедру, это был 2010 год. И объявление, смотрю такое на двери. Ведём набор сотрудников на должность младший научный сотрудник. Заработная плата 15 тысяч рублей. И плюс ещё премия 15 тысяч. То есть, ну, 15 тысяч по-другому, ну, то есть 30 тысяч получается в месяц. Ты зарабатываешь, то есть ты 6 лет учишься в лучшем институте техническом России, и который котируется и в мире. Одном из лучших, да, в мире. Да. И потом тебе предлагают, ну, потому что ты после института на младшего научного сотрудника устроишься, вот 30 тысяч. Ну, понятно, энтузиастов, в общем, пойдёт. Это 2010. Страшный энтузиаст. А сейчас сколько, ну, то есть не сильно больше, да? Да, сейчас, ну, может, ну, может, два раза больше, может, 60 будет. Ну, это вообще... А ты в Курчатник ходил? Ужасно, конечно. А что это? Ну, в смысле, в Курчатник куда-куда? Ну, вообще, вот эти секретные объекты, где надо сдавать всю технику, потому что, ну, типа, ты имел допуск какой-то. Ну, в процессе обучения нет, потому что, ну, вот нас было только вот на той базовой кафедре, потом я перешёл на другую базовую кафедру, и там ещё меньше было каких-то задач. Это система метаустройства геокосмической физики, и, в принципе, там, ну, интересно было, то есть это я занимался дистанционным зондированием атмосферы, наблюдением за атмосферой, за поверхностью со спутников. Ну, как Google Maps, условно говоря, только в научном плане. И, в принципе, это интересно, но, опять же, там, когда речь заходит о зарплате, я там, да, каком-то вот... Тоже всё мизерно? Тоже всё, да, что-то мне не очень нравилось, не понравилось, поэтому я вот дальше по этому не пошёл. Ещё одна причина. Ну, плохо, плохо, российское государство теряет таких талантов, но у тебя ещё были какие-то причины, да? Ну, ещё причина в том, что, ну, сам по себе, ну, вот я, и вот как вот я устроен, мой характер такой, что мне нужна какая-то отдача, мне нужно понимать, что то, что я делаю, это не просто, там, я за это получаю зарплату, это действительно что-то полезное. И что касается каких-то научных исследований, разумеется, это полезно, но там отдачу ты получаешь через годы, можно сказать, когда это уже действительно станет чем-то прикладным, условно говоря. А когда ты занимаешься просветительской какой-то деятельностью, то отдача намного быстрее происходит, то есть сразу комментарии, сразу какие-то приглашения в замечательные подкасты, например, и ты сразу чувствуешь, что ты занимаешься правильной вещью, это тебя как-то бодрит, это заряжает. И я вот такой человек, что мне это нужно, поэтому тут все идеально сложилось, то, чтобы заниматься вот таким блогерством. Такой фидбэк-луп. Да-да-да, ну вот он тоже важен, конечно же, и если сидеть в НИИ, погруженным в бумажки, это, конечно же, круто, но когда-то нужна какая-то отдача. А ее там, ну она есть, разумеется, но ее там меньше. То есть там люди сидят такие более стойкие, можно сказать. Это огромный им респект, конечно. Да, респект таким парням и девушкам. Я так не могу просто. Когда подкасты в космосе начнем уже писать? Когда мы полетим в космос? Как ты думаешь? Ну вот когда это станет доступным? Когда это станет доступным? Ну, я могу сказать, у меня выходил выпуск, который вообще не зашел, просто набрал там со скрипом какие-то 200 тысяч просмотров, и вообще все. Знаешь, какую боль я сейчас ощущаю при этих цифрах? Помню, был на прогоне материал у Нурлана Сабурова, и он там рассказывал про, ну я не помню на самом деле какой был сет, но в итоге был, он такой, вот меня удивляет это отношение богатого, они такие, полтора миллиона. У меня, по-моему, только ролик с Людмилой Улицкой книжный чел больше набрал, по-моему, только. Ну ладно, так. Не, ну это я просто по отношению к остальному имею ввиду. Я понимаю, да, у тебя обычно намного больше. Обычно 100 тысяч, 500 миллионов, миллиардов, тысяч. И там я рассказывал про самые дешевые способы попасть в космос. Сейчас в этом плане перспективно очень то, чем занимается Джозеф Безос, так я сказал? Джефф Безос. Джефф Безос. Blue Origin. Blue Origin. Blue Origin. Это суборбитальные запуски, когда ракета взлетает и не выходит на орбиту, не начинает вращаться, а сразу же падает обратно, не совершив ни одного оборота. Ракета, конечно же, меньше должна быть, но и это как бы не совсем космический полет, но суборбитальный полет. Но при этом все атрибуты космического полета присутствуют. Это там перегрузки при старте, это состояние невесомости. А сколько километров над землей она летает? Считается больше 100, по-моему, считается, она поднимается на высоту больше 100 километров. Условная граница космоса, это линия Кармана, 100 километров. И все, вы летели за 100 километров, и вас технически можно считать космонавтами. Вот. И вы там, ну вот выше 100 километров где-то около полторы, что ли, минуты там находитесь. Ну, вверх и вниз, да. То есть 45 секунд вверх, 45 секунд вниз. И вот все это время вы испытываетесь невесомость, то есть там около, по-моему, двух или трех минут, вот типа там... Прикольно. Ну, что-то типа такого, там две минуты. Реально все просто там летает. Там сейчас пока тестовые запуски без людей, но там камеру устанавливают, там действительно все там болтается в невесомости. Вот. Стоит это там, ну, каких-то там денег, что-то там сколько-то, тысяч долларов, блин, вот убейте. Ну, то есть это не космические цены? Не космические, это десятки тысяч долларов, по-моему. Понятно. Что-то типа такое, одно место они планируют. Это мало, это мало. Можете в Ниццу полететь, как бы, с нашим... Или в космос. Одним из предыдущих гостей, да. Можете как бы в космос полететь? Ну, я считаю, что True Cosmos, это ГСО, это НОО, это типа нормальные пацаны, там летают. Что? Ну, типа... ГСО, там пацаны не летают. Нет, там пацаны не летают. Я про НОО говорю, низкая околоземная орбита, если что. ГСО, геостационарная орбита, 36 тысяч километров от Земли. Я поэтому и сказал, ГСО, НОО, там пацаны нормальные летают, на ГСО нет. Да, низкая околоземная, это 400 километров, там находится МКС, например. Понятно. Там летают люди, да. Понятно. Ну, будем надеяться, будем надеяться, что все-таки и Россия тоже что-нибудь запустит. Это безумно дорого, я захотел в какой-то момент, я съездил на Байконур, посмотрел, как там все сделано, но там на самом деле на Байконуре, что можно сказать, очень крутая атмосфера, потому что это такая просто пустыня, то есть это не степь оказалась, я всегда думал, что это типа степь, это сайгаки, там нифига, это просто пустыня. Там колючки прям растут, эти верблюды ходят. Причем они прям ходят, а они прям ходят прямо на космодроме. Они просто, вот ракета стоит, и они прям проходят мимо. Перед запуском такие... Вот серьезно, ну там так, единственное, что просто есть территория космодрома, она там как-то то ли плохо огорожена, то ли еще что-то, а есть территория пусковых установок. И вот охраняется именно она, именно пусковые установки, там в несколько заборов, там все серьезно. Туда, конечно же, они не пройдут. А так, в принципе, между установками, там очень много места, между установками расстояние километров 20, наверное, в общем. И там ехать на этой газельке очень-очень долго, от одной ракеты к другой, просто там заколебешься. Ну и там крутая атмосфера, там просто такая степь, ну то есть пустыня вообще просто до горизонта, стоя рчат, эти ракеты. Очень круто. И я загорелся и подумал, а можно ли как-то вот, ну не со мной полететь, а там спутник, допустим, запустить. Я начал это разбираться, оказалось, что в принципе-то даже маленький спутник запустить такой, вот есть такое понятие, как кубсат. Это спутник 10 на 10 на 10 сантиметров. Вот 10 на 10 на 10, это называется один юнит, по-моему, как-то, ю. Вот, и там есть один ю, два ю, три ю. Вот один ю стоит запустить около 70 тысяч долларов, наверное, не меньше. Вот. Вот такая маленькая штучка. Причем, в этой маленькой штучке что будет? В этой маленькой штучке будет условно, так, сейчас скажу, а, почти ничего. Да, это просто, ну ты можешь запустить, там, допустим, там, снич такой, короче, песок туда положить. А туда же нужно, что сделать? Радио туда поместить, передатчик, допустим, фотокамеру какую-то, что еще? то есть, какие-то приборы, там, исследовательские. Приблуды. Туда надо приблуды набирать. А это все стоит безумно денег, потому что, если фотокамера, это не такая, что, которая в телефон вставляется, эта камера, которая будет работать при минус, там, 200, там, там, неусловно, да, там, 250 градусов, с какими она может охлаждаться. Она может работать при плюс 100 с чем-то, потому что на солнце нагревается все бешено. А если еще и камеру устанавливать, то это нужна система стабилизации, потому что он будет болтаться, же ведь этот спутник. Соответственно, это нужно какие-то, там, гироскопы, ну, какие-то маховые диски там ставить, это еще выливается в такие деньги просто безумные вообще, так что это очень дорого. Ну, ладно, будет с каждым годом, я уверен, дешеветь. Мы запустим Зака, он подсаживает стабилизацию, он прям нормально делает. поэтому развитие космонавтики, оно идет, оно должно идти не вдаль, не в сторону, там, на Марс полетим, или еще что-то, а в сторону удешевления. Вот, вот то, что делает Илон Маск. Илон Маск, да, это как раз-таки, вот, правильный посыл, то, что нужно, и на самом деле, где-то слышал недавно, что, типа, как говорит Илон Маск, не сложно запустить ракету на Марс, сложно, ну, вообще, ну, просто не сложно создать ракету, сложно наладить ее производство, чтобы она была недорогая. А как ты относишься к концепции большой тупой ракеты? Аааа. Просто она кажется, это кажется прикольной. Угу. Большая тупая ракета, это прикольно, конечно же, но, вряд ли перспективно. Но это одноразовая штука, конечно же. Ну да, одноразовая, но она, типа, в какой-то момент начинает резко удешевлять стоимость одного килограмма запускаемого груза. А вы загуглите обязательно большую тупую ракету, вот, и это big fucking rocket, да, по-моему? Big dump, по-моему, ракет. Но когда ты делаешь просто настолько огромный носитель, очень некачественный, с низким КПД. просто уебанский. Но настолько огромный, что за счет этого ты выкидываешь на орбиту очень много всего. Интересная концепция. Ребята, у нас подходит к концу наш замечательный подкаст. В конце мы, как всегда, фристайлить будем. Не удивляйтесь, если получится плохо, если получится хорошо, удивляйтесь. Вот, мы тебя не предупредили. захочешь включить включишься. А захочешь просто покачайся. Респекте за то, что ты делаешь, мне кажется, на ютюбе должно быть больше такого пиздатого научпоп-контента. Давайте выпьем за науку. За науку, за науку. Что это сейчас будет вообще? Мы фристайлим под бит, то есть импровизируем, так я первый получается. Ну да, вот рост, бит, который мы выбрали прямо перед записью, у него ставят диджей, мы под него накидываем рифмованные строки. Если захочешь, включиться будет. Заверывайся, если бы не захочешь, то ревер даже включили, это просто пружинный начинайся. Пружинный ревер у вас уже автоматически настроен. Фристайловую позу я принял. ты у меня взял идею концепцию фристайловой позы. Но это правда работает. Да, если ты слишком расслабляешься, слишком вяло, вяло, вяло. Заводи, заводи битло. Е. Щит. Мэн, Дмитрий, Бандинский. 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 Ха-ха-ха-ха. Е-бой, 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 Дмитрий Побединский. Дмитрий Побединский. Е. Я поехал на Байконур, сижу здесь и баки вам травлю. Е-бой, у меня есть Ютюб канал, 900 тысяч подписчиков. Вдевал я в рот всех тех, кто говорит, что наука не то, что нужно нам. Нет наука, это как раз то, что нужно. Э-бой, наука, это человечество, оружие. У-у! Мы построим большой тупой корабль, е-я, и взлетим. На нём это как будто Дирижавль Цепелин, я тебе говорил, Дмитрий Побединский. О. Рейд записал новый видос на свой ютюб канал Подпишись на подкаст терминальное чтиво И ты будешь слушать снова контент красивый Подпишите петицию для красоты Скажите, мастридер, нахуй такие биты Под них невозможно фристайлить, невозможно навалить Ладно, попробуем использовать и этот бит В школе было плохо с физикой В школе было круто с химией Я не стал в итоге шизиком Но поползновения сильные Я реально близок к шизе Я реально готов прожить на этой земле еще немного годков А потом надо съебать куда-нибудь на Марс Или дальше, твою мать На Плутоне холодно, хуёво, ладно Не будем даже его планетой считать Зачем нам это, ребята? Полетим куда-нибудь, например, на Седну Это маленькая карликовая планета В воскресенье туда мы долетим Если будет скорость крутое Или если это воскресенье Через много лет отстой Возможно, я не долечу Но я попробую, ведь мне все по плечу Я покоряю космос Уже вижу поиск опера Знаете, кто я? Я не космос, а дрочер Я люблю просто всякую техническую тему Мне взяли в ней, а у мифи начались проблемы Да, я понял, что реально проебался Я реально, что форсать не станет технарем засранцев Факи не мудаки, но им респект А фу, все-таки говно, привет Если ты не подписался, ты похож на додика У меня не ремень, у меня пояс койпера Я ношу его на себе в каждых штанах Каждый день в штанах У меня просто космос, чувак Просто там планеты, звезды и галактики Я покажу тебе, как это делается сейчас Посмотри, рядом со мной Важный ютюб-инфлюенсер, не по-детски Он может зачитать тебе, как будто в пиздады эмси Это Дмитрий Попединский, Попединский Он взят победил, победил, бля Э, я форсать, я пикапер космически сильный Увы, я был космическую индустрию Прямо в щель Кассини Да, я такой красивый Я на космическом стиле Слава России Каждый фристайл заканчиваем словами Слава России Подпишитесь, пять звезд на iTunes Подпишитесь на канал нашего сегодняшнего гостя И ставьте лайки, пишите комментарии Если хотите, чтобы он снова к нам пришел Респект всем слушателям, зрителям Хорошо Пау, книжный чел Дмитрий Побединский Терминальничте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!